Привет, Страж! Ну как, исследуешь Европу? Настало время поговорить об вот этих вот значках затерянных секторов, которые обещают наградить тебя экзотом. Давай разберёмся, как это работает и что нужно для того, чтобы они появились у тебя на карте, если их ещё нет. После того, как вы завершили прохождение сюжетной кампании и получили стазис, можно начать исследование Европы. На карте вы обнаружите несколько обозначений затерянных секторов, точно таких же, как и на любой другой планете. Новые сектора есть как на Европе, так и на Космодроме. Для начала пройдите каждый из них в обычном режиме, и да, если у вас несколько персонажей, то обязательно сделайте это на каждом из них. Зачистили каждый сектор, убили босса, открыли сундук, и тем самым вы открываете его усложнённые версии, легенда и мастер, ради которых мы тут и собрались. Точка запуска активности появится рядом со входом в каждый из затерянных секторов в патруле. Наведя на неё на карте, вы сможете узнать, какой уровень сложности затерянного сектора доступен вам сегодня. Мастер сектор ставит рекомендуемый уровень силы в 1280 единиц, а легенда в 1250 единиц. Ух. Кроме этого, вам будет отображена информация о модификаторах затерянного сектора. Их набор тут близок к сумрачному налёту побоища, включает в себя барьерных, неудержимых или перегруженных чемпионов, токены на воскрешение, таймер с отчётом до момента, когда у вас заберут возможность воскрешаться, и другие палки в колёса. Ценность этой активности состоит в том, что несмотря на её сложность, она проходится быстрее практически любого сумрачного налёта на сложности мастер в соло. Почему в соло? Потому что именно при прохождении в одиночку из сундука вам может выпасть экзотическая броня. Как раз те самые новые шмотки, которые нам показывали до релиза. И каждый затерянный сектор напишет вам в описании предварительно о том, какой именно слот брони вам может упасть. Что опять-таки, гораздо удобнее, чем фарм сумрачного налёта, в котором вы никогда не знаете, в какой слот вам выпадет экзот. Да ещё и чаще всего это будет какой-нибудь самый старый предмет из оригинальной игры. А тут именно что фарм экзотов дополнения за гранью света. Важно знать, что эти затерянные сектора обновляются и меняют свою ротацию ежедневно. К примеру, сегодня доступен легендарный затерянный сектор бункер Е15, в котором есть шанс получить экзотический нагрудник. После ежедневного ресета 8 часов по Москве, эта информация изменится. Возможно, этот затерянный сектор получит более сложный модификатор, мастер. А возможно, и вовсе станет неактивным, а вместо него легендарный мод появится у затерянного сектора на космодроме. Ещё одна важная деталь. Помните о рандоме. Экзотическая награда падает вам случайным образом, так что прохождение сложного легендарного сектора не гарантирует вам получение экзота за первое прохождение. Или за пятое. Или за пятнадцатое. Я вот пробежал сектор скрытой пустоты несколько раз, но экзот мне так и не выпал. Не уверен до конца. Сейчас нет пока 100% инфы насчёт того, добавляется ли новый выбитый вами экзот в общий лут пул, чтобы вы могли получать его из сумрачных налётов или энграм, например. Но хотелось бы верить, что это так, и что прохождение таких затерянных секторов не единственный источник новых экзотов. Теперь давайте перейдём к прохождению самой активности, и вот несколько коротких деталей и советов. Когда вы запускаете легендарный или мастер затерянный сектор, вы получаете полный боезапас для каждого вашего оружия. Ведь трибьют холла больше нет, а всё ваше снаряжение блокируется, и изменить его на протяжении прохождения вы больше не сможете. Пока вы проходите сектор, обязательно уничтожайте каждого чемпиона, который будет вам встречаться. Это напрямую скажется на вашем финальном луте из сундука. Ещё следите за счётчиком ваших воскрешений. Тут он работает так же, как в налётах. Плюс одно воскрешение за убийство каждого чемпиона. Но помните, что на таймере в 15 минут вы потеряете все токены на воскрешение, и у вас больше не будет права на ошибку. Значение заработанных очков не играет роли, так что не переживайте о том, что множитель будет уменьшаться или падать до нуля. Из советов по снаряжению для вас будет непросто. Не у всех есть то оружие, с которым я проходил, и это будет выглядеть немного странно. Просто следите за тем, чтобы у вас были актуальные моды против чемпионов. Барьерные, неудержимые, перегруженные. В третий слот выбирайте ксенофаг, тысячу голосов или анархию. С мечом будет тяжеловато подбираться к некоторым чемпионам, вроде летающих прислужников. В зависимости от выбранного оружия, вставьте моды в броню для увеличения шанса выпадения патронов на них. Особенно это полезно для тяжёлого оружия, конечно. Ну и не спешите, двигайтесь аккуратно. И я желаю вам выбить экзот мечты как можно скорее. Спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал. До связи.